Всех приветствую! Меня тут недавно попросили показать как в CAM процессоре Autodesk Fusion 360 сделать обработку детали вот в виде такого вот фланца. Деталь простая, круглая пластина с рядом отверстий и вот такой вот вырезкой. Я нарисовал все размеры взяты от балды просто чтобы форму показать и переходим в CAM процессор Fusion. Как если вы не смотрели мое прошлое видео про это дело, то здесь значит система такая, то есть есть обработка так называемый setup и на него накладываются различные инструментальные работы. В данном случае вот эта вот наша заготовка будущая, она у нас больше на несколько миллиметров и толще где-то на миллиметр. Значит первая обработка это мы срезаем до лицевой поверхности чтобы докопаться до нашей детали. Дальше вырезаем прямоугольное отверстие, сверлим четыре отверстия, обрабатываем их разверткой и вырезаем по контуру. И сейчас я покажу как с нуля сделать все эти операции во Fusion. Значит нам нужно создать новую обработку. New setup. Первым делом мы указываем начало координат. То есть это может быть центр, это может быть где-нибудь середина. Я предпочитаю обычно указать угол нашей заготовки. Вот этот например. Так будет проще, ставим заготовку на станок, упираемся в угол заготовки фрезой, ну и дальше она все вытачивает. Значит следующим шагом надо указать размер заготовки. Изначально Fusion предлагает что-то примерно похожее. Мы делаем расстояние в стороны 10 миллиметров, ну а расстояние вверх 1 миллиметр. У вас же исходя из вашего материала, поскольку у меня пример абстрактный, поэтому я не буду сильно заморачиваться. Все. Заготовка наша готова. Теперь мы добавляем первую операцию. Докопаться до поверхности нашей детали. Это Face. Значит первым делом мы выбираем инструмент. Вот здесь возьмем 10 миллиметровую фрезу. Так. И указываем поверхность, которую надо отфрезеровать. Поверхность выбрана. Переходим к остальным настройкам. Я сейчас не буду расписывать все возможности компроцессора, это очень долго. Все не опишешь. Касаюсь ли столько необходимых нам вещей. Значит следующая вкладка. Это высоты. То есть высоты, по которым перемещается фреза. У нас есть bottom. Это нижняя часть. Top. Верхняя часть детали. Есть retract. Ретракт. Это плоскость высоты, по которой идет перемещение инструмента от одного контура к другому. Например при сверлении сверло будет подниматься на высоту ретракта, переходить к следующему отверстию и так далее. И есть еще высота clearance. Это безопасная высота. То есть на высоте clearance гарантированно нет никаких выступающих частей нашей детали. И тут может инструмент ходить совершенно свободно, как ему вздумается. Так. Все. Это мы все оставляем без изменений. Деталь просто плоская. И значит проходы. Пошли по примеру. Tolerance это точность, с которой фреза следует нашему контуру. Направление обхода. То есть можно выбирать под каким углом фреза будет шкрябать нашу детальку. Это на сколько выходить за контур детали. То есть можно сделать, чтобы она вот прямо совсем по контуру обошла вся. А можно выйти за границы пошире. Это то же самое, но смещение в стороны. То есть допустим, если вот path direction это насколько выходить за границы по ходу фрезы, то столько все это насколько выходить за границы. Просто в нашей заготовке. Step over это насколько заглубляться. То есть если у нас допустим фреза вот имеет допустим такой диаметр 10 миллиметров, то значит step over она будет следующий свой проход сделать со смещением в 9,5 миллиметров. То есть проходить практически всей своей шириной на каждый следующий проход. Ну и directions это в каких направлениях резать. В прямом или в обратном, исходя из вращения инструмента. Можно делать, если у вас слишком много срезать, можно сделать множественную глубину. И тогда, скажем, заглубляться на каждый проход не на 1 миллиметр, а скажем на 0,5. Тогда у вас будет за два захода. То есть первый раз срежет какую-то глубину и потом уже начисто. Ну а stock to leave это везде сколько оставить заготовки. То есть например можно срезать не до чистовой стороны, а ставить 0,1 миллиметра и потом следующая обработка этот 0,1 миллиметра начисто срезать уже с другими подачами, может быть даже с другим инструментом на другой скорости и так далее. То есть начисто если оставить. Ну мы оставим по-простому. Ничего не будет менять. Единственное что может быть в стороны добавим по 10 миллиметров, чтобы большую площадь расковырять. Все. Вот появилась наша обработка. Можем ее теперь просимулировать. Переходим в симуляцию и запускаем. Можно при этом показать материал. Какой-нибудь более наглядный. Таким вот образом происходит первая обработка. Добавляем вторую обработку. С помощью которой мы вырежем вот это вот квадратное отверстие. Это тип обработки будет двухмерный карман. Меняем инструмент. Например на 2,5 миллиметровую фрезу. Все подачи и скорости я оставляю от балды. В данном случае у каждого будет своя зависеть от станка, инструмента и прочих 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 точек. В данном случае это не имеет значения для нашего абстрактного примера. И идем на фласку геометрия. Здесь надо выбрать контур, по которым мы будем вырезать наши отверстия. Выбирать надо нижнюю его грань. Потому что было проще. Можно конечно выбрать верхнюю, а потом указать отрицательное смещение в минуса. Но зачем? Проще указать нижнюю грань. Кстати, обратите внимание, вот эта стрелочка показывает с какой стороны этот контур обходить. Изнутри или снаружи. Если я на нее кликну, она будет снаружи и у нас вырежет его отсюда. Но в данном случае Fusion правильно определил, что это отверстие, а не квадратик нам нужен. И заложил его внутрь. Так. Дальше. Высоты. Все тоже самое. И проходы. Значит смотрите, у нас есть первая вкладка. Проходы внутренние. Можно еще сделать финишный проход. То есть он сделает все выборку материала с шагом 2.35 мм. А финишный сделает с шагом 0.25 мм. То есть оставит напоследок тонкий слой и его потом отдельным проходом срежет с отдельной скоростью. Убираем остатки заготовки, чтобы до следующей обработки не было. И добавляем множественную глубину. Поскольку у нас глубина отверстия 10 мм, а, допустим, станок у нас слабенький, мы не можем сразу на все 10 мм заглубиться. Мы будем его сгрызать по 2 мм. Все. Оставляем. Смотрим, что у нас получилось. Вот если посмотреть, то будет видно, что в начале фреза будет обходить большими шагами. И вот последний шаг у нее между траекториями. То есть вот этот предпоследний проход и последний вот он финишный с маленьким смещением и на других скоростях. Также делаем симуляцию этого процесса. У нас фреза заглубляется. Так, вот финишный проход еще глубже и так до тех пор, пока они просверлят все это отверстие полностью. Вот видно хорошо финишный проход. Так, ну и последнюю скорость добавить, чтобы быстрее шевелилось. Все. Готово. Теперь надо просверлить 4 отверстия. Выбираем тип механической обработки сверления. Выбираем инструмент. 9,5 мм сверло. Отверстие 10 мм. Выбираем 4 отверстия для сверления. Высоты остаются как есть. Видно, что высота ретракта. И вот по ней проходит траектория перемещения сверла между отверстиями. И глубины. Тут просто выбираем стратегию сверления. Простое сверление с быстрым выходом. Есть, например, сверление с частичным выходом обратно со сломом стружки. То есть, в зависимости от необходимых действий. Оставляем простое сверление. Все. Готово. Смотрим симуляцию. Тут все просто. Сверлился 4 отверстия. Без всяких хитростей. Теперь добавляем развертку этих отверстий с помощью развертки. Также добавляем обработку сверления. Но в качестве инструмента берем 10-мм развертку. Зовется она Rimmer. Так. Выбираем геометрию наши 4 отверстия. Высоты оставляем как есть. И тут уже стратегия сверления развертка. Все. Даже симулировать не буду. Это скучно. И осталось нашу шайбу вырезать по контуру. Обработку добавляем. 2D контур. Выбираем опять нижний контур. Так. Вначале выберем инструмент. Сейчас у нас стоит развертка. А мы выберем. Ну допустим. Что у нас? 5-мм фрезу. Так. Выбираем геометрию. Выбираем нижний контур. Высоты оставляем как есть. И проходы. То есть можно сделать. Добавить финишный проход. Здесь кстати есть возможности указывать. Как будет заходить фреза на финишном проходе. То есть без перекрытия. Или с небольшим перекрытием. Чтобы не было следов от ее вхождения. Так. Можно повторить еще финишный проход. И есть еще грубые проходы. То есть это как можно за один раз все сделать. А можно сделать. Один грубый проход. А потом еще финишный. Это конечно увеличит. Пропил. Но будет. Точнее обработана поверхность. И так же как и. При. Фрезеровании этого кармана. Можно задать. Множественную глубину. То есть за один раз скажем. Брать не более двух миллиметров. Все. Делаем обработку. Получаем траектории. Сейчас он просчитает все это дело. Вот. Вот смотрите. Что у нас получается. У нас видно что. На каждой высоте. Есть два прохода. Грубый. И финишный. И всего. Проходов по глубине. Несколько. Штук. Делаем симуляцию. Прогоняем. Добавлю скорости. Видно что он раз. Раз. И делает финишный. Потом уже. На втором круге. Все. Вся эта обработка готова. Можно ее просимулировать всю целиком. Лучше поднять скорость побольше. И теперь остается только выгрузить ее в CAM процессор. То есть. Делаем. Постпроцессинг. Не нашел файлы. Ну ладно. В частности у меня используется. Match 3. Программа для обработки. И я делаю. Выгрузку в Match 3. Сохраняется. Лента. И вот наш G-код. Для обработки этой детали. То есть. Прямо все операции со сменой инструмента. Инструменты определяются уже в матче. Вручную. Там. Или у вас селектор какой-нибудь стоит. В общем. Таким образом. Делается деталь. Из вот этой вот заготовки. Вытачивается наш фланец. Все. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.